Здравствуйте! В эфире новости ТВЛ и прямо сейчас о самом интересном. Областная акция «День открытых дверей» в управляющих компаниях прошла в Электрогорске. Каждый квартал управляющие компании города открывают свои двери и проводят прием жителей. В рамках областной акции в прошедшую субботу каждый мог задать наболевший вопрос и разрешить существующую проблему. Консультацию проводили специалисты юридического, экономического и других отделов. Сам директор компании, начальники ЖКО, главные инженеры и сотрудник госжилинспекции. Чаще всего приходят с вопросом благоустройства дворовых территорий, начисления платы за ЖКО, ну и ряд вопросов по содержанию ремонта. В принципе решаются все вопросы, нет таких критичных и наболевших, но все в процессе, работа решаема. Ранний «День открытых дверей» проходил два раза в год, теперь каждый квартал. Акции набирают обороты, ведь именно в этот день, отложив все свои рабочие дела, специалисты уделяют особое внимание проблемам жителей. Традиционные флэш-зарядки стартовали в городе. В этом году количество участников увеличилось. Подробнее об этом прямо сейчас. Дан старт ежегодным флэш-зарядкам. С 10 по 15 сентября в организациях, предприятиях, учреждениях города будет представлена своя креативная зарядка. С каждым годом количество участвующих команд увеличивается. В прошлом их было 14, в этом уже 20. Выступление оценивает специально созданная комиссия по определенным критериям. Как обычно, синхронность, хорошее настроение, ловкость, умение и, как говорится, заряд положительных эмоций. Определенной темы нет, все зависит от фантазии участников. Так, например, команда «ФОКО» решила выступить на воде. У нас сложность в том, что мы занимаемся на воде. И все представление у нас на воде. И поскольку девочки синхронного плавания у нас еще не все подготовились, нам приходилось включать пловцов и заниматься с пловцами. Тематика флэш-моба в своем роде патриотическая. Ребята одеты в цветовой гамме российского флага. Музыкальное сопровождение помогает им исполнить движение в такт. Своё выступление команда посвятила в поддержку дисквалифицированных российских паралимпийцев. Зажги Россия, зажги страна, на всей планете ты такая одна. Зажги Россия, зажги страна, да будет едина на веки она. Дорогие паралимпийцы, мы с вами, мы за вас! На основании мнения жюри будут выдвинуты кандидатуры на призовые места. Победители же объявят на финальной флэш-зарядке, которая пройдет на городском бульваре 16 сентября в 10.00. Каждый желающий может принять в ней участие. Картины юных художников украшают Дом культуры. В Доме культуры периодически сменяются художественные выставки. На этот раз украшают стены две тематические экспозиции. Одна из них подготовлена учащимися местной школы искусств. 41 работа радует глаз пришедших. Конечно, мы отбираем хорошие работы, храним их, выставляем. Многие работы, которые здесь находятся, были участники областных, районах, выставок. Во многих городах Московской области были. И мне, как педагог, конечно, хочется, чтобы жители нашего города, конечно, познакомились с творчеством наших детей. Работы выполнены разной техникой. Картины нарисованы акварелью, масляными красками, гуашью. Шедевры выполнены из кусочков ткани. Каждая из них хороша и дорога по-своему. Я очень часто люблю показывать работу Абдулаева. Ислам висит у нас, свет жизни. Работу очень ценю. Много работ таких хороших, сильных, сердечных. Маша, буквально из кусочков бумаги сделана работа. Я хочу сказать, трудолюбие этих детей я всегда ставлю в пример своим ученикам. Вторая же выставка называется «Взгляд из юности». Автора этих картин Татьяна Большакова. Именно свой взор она перенесла на холст. В итоге более 10 картин, достаточно профессиональных, украшает Дом культуры. Недавно последняя моя работа – это Дом матери. Она у меня там проживает сейчас, Тверская область. Очень красивое место. Я там у нее очень много раз была. Это, можно сказать, даже работа пленерная. Ну, как бы я к ней уже давно не ездила. Это работа с фотографией. Ну, просто со своей мамой я не так часто вижусь. Возможно, я по ней очень сильно скучала. И скучаю. И решила нарисовать вот ее дом. Возможно, я вот, когда в следующий раз к ней поеду, я ей подарю вот эту работу. Все эти творения будут находиться в выставочном зале в сентябре и октябре. Вход свободный. Успейте заглянуть в мир живописи, в мир без войны. Всего доброго и до встречи НТВЛ.